Вот так у нас начинается утро сегодняшнего дня, когда моран уходит в море. Это начало только, речка поднимается. Дальше чувствую будет веселее. В это воскресенье погода в Сочи показала свой отнюдь невеселый нрав. После продолжительных дождей реки превратились в бушующие потоки. В селе Пластунка практически смыло мост, который связывал улицы Джапаридзе и Леселидзе. А вот так выглядели обычно спокойные и гостеприимные Змейковские водопады. Дороги в некоторых районах Сочи тоже превратились в полноводные реки. Несмотря на предупреждение синоптиков о надвигающемся шторме, некоторые все-таки рискнули выехать в ливень на личном автомобиле и оказались в водной ловушке. Уровень воды поднялся уже практически выше бампера. Было ниже бампера, сейчас выше бампера. Походу у меня залило аккумулятор, машину я уже боюсь запускать. Накануне все службы Сочи работали в усиленном режиме. Только спасатели ЮРПСО пять раз выезжали для оказания помощи сочинцам. Например, в селе Семеновка 10 туристов, которые отправились в лес за грибами, не смогли самостоятельно перейти небольшой ручей, который из-за дождя превратился в сбивающий с ног поток. Вот у мужчины с помощью спасателей переходили по лестнице, держась за натянутую между двух берегов страховочную веревку. Задействовано было все, что есть в городе. Это три подразделения Кубань-Спасы, и они свои задачи там, где имени ставились, выполнили блестяще. Это муниципальная служба Сочи, наш лучший в России отряд ЮРПСО, которые занимались и выполняли наиболее сложные задачи, в том числе эвакуация людей, где они в воду были отрезаны и так далее. Мебель и травматизм не допущены. Это главный показатель. Чего не скажешь об имуществе на улице Донской. Подпорная стена, подмытая продолжительными дождями, рухнула, придавив сразу три автомобиля. Конечно, шок. В часов 12 дня меня позвала соседка, говорит, что машину опорная стена придавила. Естественно, я спустилась и увидела вот это вот. Сегодня на месте работали сотрудники администрации и городской службы спасения. Они организовали разбор завалов. Делать все нужно крайне аккуратно, чтобы дополнительно не повредить машины. Обещали помочь и с эвакуацией автомобилей, каждому из которых требуется ремонт. Кстати, разрушившаяся подпорная стена не стоит на балансе у города, а находится на приграничном участке между жилыми домами и проезжей частью. Работы выполнялись более чем 40 лет назад по установке данной стены. И, вероятнее всего, на тот момент не было предусмотрено, что грунты настолько будут обводнены и выполнят работу по сдержанию. После того, как будут произведены работы по экспертизе, обследованию данной стены, только после этого будет приниматься решение о ее либо восстановлении, либо укреплении. Ну а владельцы поврежденных авто сразу после того, как машины будут освобождены от бетона, будут решать свой вопрос уже в страховой компании. Туда же, но только до удара стихии, советуют обращаться владельцам домов и квартир, магазинов и кафе, страховать свое имущество. А еще нельзя забывать, что подобные погодные явления весьма характерны для города с его субтропическим климатом. Например, на этих ретро-фото затопленный Адлер в конце 60-х. Та же ситуация на улицах и дорогах. Одним словом, и сочинцам, и гостям курорта нужно серьезнее относиться к сообщениям о приближающихся непогоде и шторме, беречь и себя, и свое имущество.